Всем привет! Гуляя по просторам интернета, нашел информацию о подключении внешней видеокарты к ноутбуку. Подключить видеокарту к ноутбуку можно к порту Express Card или Mini PCI Express. Однако есть небольшой нюанс. Пропускная способность этих портов не слишком-то велика. Но как показывают тесты, внешняя видеокарта будет мощнее, чем интегрированная или старая дискретная видеокарта. А использовать ресурсы видеокарты можно по-разному. Например, в видеоредакторе для рендеринга видео. Или есть необходимость подключить больше двух мониторов. Или использовать ее для добычи криттовалюты. Переходник для подключения видеокарты можно купить на Алиэкспресс. Ссылки будут в описании. Но я решил сделать такой переходник своими руками. Делать этот переходник я буду с помощью лазерно-латюжной технологии. На канале есть плейлист с названием LUT. Там все подробно описано, как сделать платы в домашних условиях. Этот переходник я буду делать вот для этого мини-системного блока из предыдущих видео. Для разъема Mini PCI Express подобрал фольгированный стеклотекстолит необходимой толщины. В программе Sprint Layout начертил плату, распечатал и перенес ее на фольгированный стеклотекстолит. После некоторых попыток все-таки получилось нормально перенести рисунок и вытравить плату. Продолжение следует... Вторая плата будет крепиться к корпусу мини-компьютера. Из старой нерабочей материнской платы выпаял разъемы Mini PCI Express X1, разъем компорта и разъем питания ATX. Продолжение следует... 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 После сборки переходника проверил тестером на отсутствие коротких замыканий, подключил переходник к мини-компьютеру и после запуска обнаружил всем известную ошибку с кодом 12. За помощь в устранении этой ошибки спасибо сообществу ВКонтакте, внешняя видеокарта для ноутбука. Также поделюсь способом, как можно обойти ошибку 12. Для этого понадобится загрузочный диск. После загрузки с такого диска нужно выбрать пункт «Загрузка с диска С». После такой манипуляции видеокарта нормально определяется операционной системой. На этом, пожалуй, можно закончить это видео. Спасибо Вам за просмотр, а также удачных Вам подключений!